Все тайное становится явным. Медики первой городской больницы узнали, кто помогал запорожским детям на протяжении многих лет. На протяжении 13 лет в этой больнице закупалось необходимое современное медицинское оборудование, инвентарь. Семья известного бизнесмена Евгения Анисимова считала своим долгом помогать запорожским детям. Семья это делала искренне и не публично. Сегодня коллектив детской больницы решил об этом рассказать запорожцам и пригласил нашу съемочную группу. Факты говорят сами за себя. Первый компьютер, первый ксерокс, первый факс, первая детская больница был подарен Евгением Александровичем Анисимовым. В этом году ко Дню защиты детей этот немалый список пополнили автомобиль, компьютеры, холодильники, медицинское оборудование. Первая детская больница этот праздник встречает с очень большим количеством подарков. Дело в том, что я обратилась к нашему бизнесмену Евгению Александровичу Анисимову. Он спросил, что нам нужно. Я перечислила. Он все это и подарил. Как не радоваться автомобилю или мебели, которая появилась в учреждении немного ранее. Комфорт улучшился и мы можем еще больше оказать более качественную помощь детям, находящимся в нашем отделе. Елена Анисимова смущена таким вниманием. Она искренне поблагодарила медиков за их нелегкий труд и заботу о самых маленьких гражданах нашего города. Я очень рада, что мы встретились сегодня в канун Международного дня защиты детей. Я мама. И мне больше всего хочется, чтобы мои дети, и как дети все, были здоровыми, росли здоровыми. А наша семья, ну для нашей семьи, огромная честь оказывать помощь вашему учреждению. И мы будем стараться, чтобы она оказывалась и дальше. В этом году семья Анисимовых планирует помочь детской больнице отремонтировать третий этаж, где проходят лечение груднички. Елена уверена, улыбки детей, которые проходят лечение в городской детской больнице, это самая большая награда для их семьи.